Начинаем? У нас как бы обычно с тренерами, с представителями есть определенные, как сказать, стычки перед каждыми соревнованиями. Я как бы попыталась все это систематизировать, основные претензии к нам как к судьям, основные претензии судей к представителям. Заявки и записи. Каждая организация, принимающая участие в соревнованиях, обязана за 7 дней, то есть за неделю до начала, до дня проведения соревнований, подать это все в электронной форме. Ну, что так жарко? Можно открыть окно? Будет холодно. Можно разъедиться. Как бы вот последние два соревнования, на которых я была, это Мир и Европа, и там вот четко, то есть заявки и записи, они присылаются, и уже никаких изменений, ничего они не принимают. Поэтому там досрочная жеребьевка, и выдаются уже тех, ну, уже выдаются результаты жеребьевки, и очень удобно, и нет этой вечной путаницы, что, а почему у нас в лодке сидит, условно говоря, гиндич, а должен сидеть кто-то другой. А я забыл принести за допуск на... А можно за плату, кстати, мы тоже по полу сидеть, а просто нас требуют, чтобы ты из рейнга уже выходил за драйвами ручками, там и так далее. На мере такого, кстати, говоря, нету. Как это? Ну, так мы выходили спокойно, закручивали ручки на плату, прям, или кто-то... Нет, ну, в любом случае стоит контрольная комиссия, которая проверяет, и вас от плата не отпустят. Наличие ручка не проверяют, а то, что он закручен, совершенно не знаю. Мы ходили с открученными ручками, они просто были. Не знаю, но... Мы уже когда-то ставили лодку на лоду, и никто нам даже... Не знаю, вот стойчив в контрольной комиссии на мере... Да, да, полная, как бы, комплектация лодки, она должна быть, должны быть закрыты ручки, должен быть носик, должна быть флюгарка, должен быть отрыв подножки 7 сантиметров. И должны, вот еще ввели новое правило, что должна быть вот эта вот отрывная штука. Пояс, пояс. Нет, это понятно, а если должно быть и в подножках, как у нас, ну, и клост в последствии, к сожалению. Нет, давайте это самое, есть же правила, которые проводят соревнования в стране, причем, действительно, чемпионаты мира и прочее, прочее. Ну, они же стремятся... У нас правила... Как только унифицировать правила, и они будут... Ну, у нас практически... А их унифицировать невозможно, потому что каждый год после каждого семинара и ФИСа там новые правила, там же каждый год вот такие вот дополнения идут об рекламе, о наклейках на лодках. Там это все запомнить вообще нереально. В общем, за 7 дней до начала в электронном виде, почту всех главных судей, я думаю, все знают, и оригиналы приносятся в день проведения мандатной комиссии. Не за час до соревнований мы с квадратными глазами бегаем, ищем справку, допуски, и подписи обязательно должны быть в подписи официальных представителей. Я, кстати, вот на следующий год буду, как минимум, на трех соревнованиях главным судьей и главным секретарем. Я буду четко настаивать на том, чтобы записи... Можно вопрос, где написано в правилах, что должна быть подпись представителя? Просто мы в этом году с этим сполкнули, что... Записи у нас никогда не требовали, а подпись представителя... Это вот цитата из правил. Я буду требовать... У нас есть представители, которые подписывают в записи. Да. Я буду требовать наличия представителя команды, и не буду общаться с тренерами. Потому что, ну, это невозможно. Каждый подходит, каждый что-то просит. Есть официальный представитель команды. Вот, Надежда Филипповна, например, да, я считаю, что это один из лучших представителей в городе Москве. Она на всех соревнованиях всегда. Вот, Оксаночка Карпова тоже прекрасна. А у двадцать шестой школы и у Уора никогда нету представителя. Это неправильно. Всегда есть представитель. Всегда есть представитель, просто всегда разный. Да, ребят, в один день он может смениться с Андрея, да, на Наталью. Такого не было ни разу. Ну, как это? Всяко бывает. Нет, но часто приходишь, ты там что-то спрашиваешь, часто приходишь, ты там что-то спрашиваешь. Ну, представитель давай. А как представитель, это другой разговор. На моих соревнованиях я буду общаться только с официальным представителем. Не, ну, потому что надо как-то учить уже, надо уже вырабатывать культуру проведения соревнований. У нас до сих пор это все на коленке, все до сих пор на вась-вась. Это неправильно. Ну, вот неправильно мы согласны. У нас просто такая ситуация, что у нас нет специально обученного человека, а тренер не всегда присутствует в той зоне, когда надо прямо вот сейчас прямо срочно вот узнать, а у него заезд идет. И поэтому заходит тот тренер, который на месте. Вот и все. Я понимаю, что это нарушение. Это нарушение, да. Ну, так выделяйте одного тренера, который как-то… Который забьет у своих детей и не будет ничем заниматься. Нет, чьи дети не выступают. Так не бывает. У вас разные возрастные категории? Во всех возрастных категориях у вас есть? Ну, конечно. В общем, с этим надо как-то бороться. Паспорт – подлинник полиса о страховании жизни и здоровья и полис ОМС. Но это не обязательно. То есть должна быть страховка, должен быть паспорт. Сейчас вот страховки делают в электронном виде с бар-кодами. Это тоже принимается у всех… Ну, у судей стоит программа, которая позволяет их считать. А, то есть, я вот так… Да. Прикольно. Вообще там отдавать могут? Фиксера? Нет, не отдавать, просто принести, показать и все. Ну, спортсменам даже приори не обязан отдавать даже своему тренеру, представителю паспорт. Как это? Ну, так. Паспорт – это ты можешь показать… Ну, так показывать и надо. Ну, а если тренер собирает паспорта… Для того, чтобы показать… Для того, чтобы показать… Каждый… 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 Каждый человек… Обязательство… Обязательство… О… Как там называется… О пользовании… О личных данных, да. И все… Все… Обязательство… А нет, бумажки подписывают… Так, вот… Не разговаривать… А… Правильно задал вопрос, потому что взрослые подписывают, а 10-ые ничего не подписывают… То есть… 14 лет… Вообще… Ну, немногие, но есть такие родители, и мы с этим как-то даже один раз столкнулись, что… Они не дали просто ребенку оригинал документов со собой, мотивируют и тем, что он его потеряет. Но… Но… Сумасшедшие, как его посадить в поезд, и как вообще, потому что пришел в опию такой замечательный ребенок. А… Тогда это просто делается… Уйдет человек нотариуса, заверяет там 50 копий, если ребенок это все теряет… Я говорю, просто говорить, что да, заверенная копия тоже подходит. Да, да. Но только нотариально заверенная. А… Отказ от участия, замена в экипажах. Тоже наша основная проблема. О том, что мы заявляем 56 человек на кросс, в итоге приходят пять с половиной коллег. А… На… Опять же таки… Так как… Так как кросс провожу я, я буду требовать вот-вот в списке, который вы подаете, всех, кто не пришел, буду требовать написать всех, кто не придет. Потому что по заявке он должен участвовать, а где он находится, я не знаю. И если с ним вдруг что-то случится в этот период времени, могут легко, как бы там… Ну, понятное дело, что это все доказуемо, что его не было физически, но тем не менее нервы потрепать могут. Ну, нежелательно как бы… Ну, я понимаю, да, что зачастую дети – это же неорганизованные, да, кого там родители на дачу увезли, кого чего. Хотя бы за час до начала, до старта сообщать судьям о том, что кого не будет, какой экипаж снимается, а не за пять минут прибегать. Ну, вот так оно должно быть на самом деле в хороших, ну, в соревнованиях хорошего уровня. В случае отказа спортсмена от участия в следующих этапах соревнований данного класса лодок без уважительной причины по решению главного судьи он не допускается до участия в настоящих соревнованиях в иных классах лодок. То есть, условно говоря, если человек отказывается без справки от врача, без, там, по семейным обстоятельствам гоняться в двойках, то в восьмерке его заявлять уже нельзя. А если по врачу, то он тоже по идее заявляет? Нет, он нет. Если по врачу он… Может, у него вот конкретно в этот момент… В этот день, в этот день, да. У нас же разделение есть, у нас большие классы гоняются на следующий день, как правило. Если он не гонялся в двойке по причине здоровья, приносишь на следующий день справку от врача о том, что он здоров… А от какого врача? Нет, это важный момент. Ну, вот смотри, если он снимается по здоровью, да, ты приносишь мне справку о том, что он у тебя снят по здоровью. На следующий день ты приносишь справку от врача, что врач его допускает. Конкретно этим числом поставил? Да, да, да. Тогда неважно от какого. Ну, допустим. Ну, если у тебя человек снимается по терапевтическим показаниям, понятное дело, что справка от хирурга не катит. То есть должен быть врач той же специальности. Нет, ну, допустим, когда подошел к скорой, там что-то… Да. Вот его сняли сегодня. Завтра в десять – старт. Соответственно, к десяти вряд ли кто-то принесет справку от врача. Очень сомнительно. Ну, почему нет? Если ему стало плохо сегодня, он же может вечером пойти к врачу? Хорошо с утра. Хорошо с утра. У нас в поликлинике работают с восьмим утра. Что-то вы коронавоку сцепились. Вы сцепились на неважный момент. Ну, ты вот пока с этим сталкивался. Так к врачам же вопрос. Ну, ты с этим не сталкивался. Вот, как бы, собственно, теперь пока это безразлично. Тебе столкнешься. Понятно, что на самом деле такой вопрос-то достаточно важный. Вот и все. Если нет врача, если еще… Ну, если нет врача, не допускаем. По поводу замен, да, из числа спортсменов, допущенных к соревнованиям. То есть тех, кого нет в заявке, мы не допускаем. И не по дополнительным справкам, не по личной там просьбе, не по заявлениям. Строго тех, кто есть в заявке и в записи. Это мы уже обсудили. После первого этапа соревнований. Вопрос можно оценить по тому, чтобы сказать, что частая организация или частый спортсмен приехал в Тренерфандр и хочет поучаствовать с соревнованиями. Он не представляет никакой организации. Он ехал мимо, увидел, что соревнования идут. Он хочет поучаствовать. Если у него есть полный пакет документов, он имеет право. Если за неделю он не подал заявку о том, что он хочет участвовать, у нас есть открытые чемпионаты, есть открытые первенства. И если он мне за неделю приносит заявку о том, что он хочет эту... Послушайте, он ехал на Гридного канала, увидел, что идут стройки... За неделю не подал. За неделю не подал, нельзя. Подал, да. Нет. Но вместе с тем, в этих заездах, в этих классах судов, есть свободные места, что называется? Нельзя. Хакать так. Потому что за неделю. За неделю. За неделю. А с другой стороны нарушение прав человека. Он не прошел мандатную комиссию. Он не имеет права. Мандатная комиссия от кого уже прошли, да? Мне даже старается звонить по этому поводу, предположим, да, не наш вид спорта, не наш вид спорта, да. Мальчик также проучаствовал, там, теннис, там, я не знаю, какой-то вид спорта. Выполнил. Кандидат мастера спорта. Выполнил. Айсан Федорович. Кандидат мастера спорта. Являясь личником. Вопрос, кто ему присваивает спортивный развед? И начались эти трения. Трения, что если спортсмен не принадлежит какой-либо организации, он вообще не имеет права участвовать в соревнованиях. Почему? У него, вот именно почему нигде не написано. Минскорта, да. Но у него должна быть принадлежность. Я помню, я с ними ругалась на одном семинаре. За него кто-то должен отвечать, не дать им что-то не учиться. Поэтому поводу, да. Ну, вот и все. Да, они сказали только от организации. Только от организации. Согласно российскому. Да, я никогда не говорю. Это не запрещено, значит, разрешено. Вот эта ситуация, она не запрещена. Медии не прописано в правилах соревнований, что это не взято. Значит, можно. Вопрос как? Нет, вопрос правильный. А кто будет предоставлять, чтобы присвоили решение? Ну, пришел Андрей, он бюджетный мальчик, ему 18 лет. Он уже не был. Согласно российскому взаимодействию. И он имеет право и может сам за себя отвечать. А вы посмотрите, участники там. Что у вас в графе участники стоит? В регламенте, да. В регламенте что у вас стоит? Организации. Спортсмены там, московских организаций и так далее. Вы смотрите, что у вас стоит в регламенте. Какая бы они ни были открытые соревнования. Вот. Спортивные организации там города Москвы и ближайших регионов. Организации спортивные. В некоторых случаях там еще есть фразы, которые запрещают просто проходящим участникам, участникам, участникам соревнований. Есть какие-то. Но присвоение разряда? Да причем не нужно. Нет, а потом-то это коснется. Вот тот же вот этот взрослый мальчик Андрей Фенев. Да? Взрослый мальчик. Выполняет тот же первый взрослый мальчик. Да не нужен он разряд. Вы сказали, взрослый мальчик. Андрюха, скажи, а мне нужен разряд? У нас если нужен разряд, а просто не по роднику выходит. Да. Да, проезжал мимо, а тут в международном районе. Ну почему же не поучаствовать с ним? Вопрос. А где хранит вот этот взрослый мальчик Андрей Фенев лодку? Где? Взял в аренду. Взрослая тетя. А кто-то ему подождал? Ага. Не Беллинг или ЦСТ. Не Беллинг или ЦСТ. А где же в каких основаниях? Нет, нет. Мне такие лодки нет. Я боюсь таких. А где ты хранишь свою лодку? А у меня-то туда, я перевожу. А он где? Где? А в Олегу... Ведительная просьба, чтобы представители команд были на жеребьевке. Представитель команды должен быть? Представитель команды? А не обязательно. Представитель команды, если малочисленная команда, может сам спортсмен быть и представителем. Я более взрослый, да? Не, ну так оно было и неоднократно, когда, помнишь, приезжала война из Калининграда. Она приезжала одна, она и была представителем сама. Но у нее все равно есть принадлежность к какой-то организации. У тебя грамм... Мы сейчас говорим о том, о представителях. Мы уже не говорим о принадлежности. Принадлежность уже проехали. У тебя есть принадлежность к организации. Да. Принадлежность... Все, нет у нас прочерка с тобой в принадлежности к организации. А он как себе принадлежит? Да. Без организации пишет. Нет у нас такого, Оксана. А когда Татьяна, надо будет считать количество организаций? По поводу задержек старта. Лицо самозанятое. О, точно. Лицо самозанятое. Аналогию. По поводу задержек старта. Спрашивали вопрос. Если это произошло по уважительной причине, экипаж не явился на старт. Уважительная причина, она как бы... Ну, на усмотрение главного судьи у нас нет списка уважительных причин. То могут в предварительном заезде назначить среднее контрольное время прохождения и пустить этот экипаж отдельно, отдельным заездом. Прошел, не прошел и... При отказе экипажа от участия в отборочном или полуфинальном заезде на его место решением главного судьи может быть допущен другой экипаж, занявший в заезде предыдущего этапа место, следующее за отказавшимся экипажем. То есть, условно говоря, если выходят три, третий отказывается ехать, то четвертый, занявший в предварительном... А если два по три выходят, то с лучшим временем. Понятно, да? А вот тут у меня вопрос, кстати. Вот здесь написано, дающий право выхода в следующий этап. А вот где-то в других правилах мне кто-то сказал, что за исключением финального. Это действительно? Ээээ... Еще раз. Почему, если в полуфинале человек не гонялся? Следующий? Да, нет. Нет. Которые мали掉 Broxix... Все еще яampучил, может быть раньше есть паициоз? Ну, нет. Он Welt of the v banana- Valchau, он с контролем временем, а затем в началеский fala. С концертами пытается разбойцу о правилах... а значит вопросе запомниля律 Yeah, 2 руб. discordば on the next border... доказание, Zachy under high Н are兩個age, eric. И В кто-е время, а он выполняет время, позволяющим попасть по поводу рассеивания тоже у нас любимая тема рассеивание допускается ну и мы все как бы знаем да это для того чтобы не попали в один заезд сильные экипажи для того чтобы проводить рассеивание представители должны быть на жеребьевке чего не произошло у нас где на последних соревнований на нигде не хорошо регулярно пример был последняя переписку вела в тренерах сначала под карпову заезд потом когда не гоняется сделали под кто там еще у них до курочкина левина по поводу непогоды да тоже как бы мы живем в таком регионе где мы часто достаточно с этим сталкиваемся в случае непогоды главный судья имеет право заменить официальную жеребьевку следующими вариантами использует только те дорожки которые не дают преимущества это все мы помним эту ситуацию когда алексей борисович начал по заявлению вообще человека не имеющего отношения проведением соревнований по заявлению фенёва менять дорожки это категорически нельзя нет 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 этот спинев главный тренер он не представитель он не член федерации он не имеет отношения к соревнований все равно что ко мне завтра серёжа придет и скажет я вот напиши по вот я написал бумагу я как главный тренер уора я хочу чтобы мои гонялись на 5 на 6 заберевать начало гонки или переносить на следующий день переносить время старта на более раннее время перераспределять дорожки для каждой отдельной гонки с учетом занятых мест на предыдущем этапе применить раздельный старт если данные действия не решает проблему это проводится совещание с представителями на котором могут быть предложены следующие действия не проводить один из этапов в этом случае состав следующих этапов будет определяться на основе тех этапов которые были завершены то есть условно говоря по лучшему времени из отборочных выходит в полуфиналы или из полу или там из предварительных финалы или уменьшить длину дистанции но не менее чем до 1000 метров это мы говорим о взрослых у детей и соответственно 500 метров они должны пройти и там никак дистанция не уменьшается на этом мире вообще был прикол там что-то они забегли засуетились две тучки выползла и ветерок подул такой легкий легкий совершенно они сняли всю вечернюю программу нафиг так прошел дождь три минуты и все и больше ничего не было но вся вечерняя программа была снята зато на следующий день они начали в 7 утра у нас в ураган до 40 минут когда уже на старте стояли и в нем до результат совсем не тот который должен был быть мы не только на московске когда маленький возраст помните от плата они могли отойти да я помню как восьмерка большая московская регата когда у нас нет да град был отказ от участия в соревнованиях и дисквалификация после жеребьевки если до первого этапа соревнований кто-то отказывается то проводится пережеребьевка но в случае если это влияет количество лодок да если не дошли до финиша то на табло тех результатов указывается не финишировал если бросили грести по своей инициативе то последнее место среди всех если из-за внешних помех то последнее место в заезде это понятно если условно говоря у нас четыре заезда по шесть лодок то если они сами по себе то они становятся 24 если что-то им помешало там бревно или еще что то то они становятся шестыми в своем заезде да вот по поводу финала если это вот тоже был у нас прецедент на россии в прошлом году по моему когда опять же таки войну отказалась участвовать в финале одиночек и автоматом присуждается шестое место потому что но это финал а после проведения жеребьевки никакие до заявки не принимается а вот она отказалась в одиночке и потом многие другие экипажи допустила она только в одиночке и кронялась андрей вообще да и ну конечно нет к на взвешивании рулевого или гребца легкого веса это снятие заезда это не дисквалификация с лодкой все то же самое по поводу протестов протесты могут подавать только официальные представители команды вот в этом году был спорный момент когда непонятно было пришло первое цска или динамо девочка комментатора ошиблась забежала как его нет 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 вергелес вергелес забежал начал орать размахивать руками это все совершенно не нормально я первый раз видела платона кричащий это был легкий шок что платон умеет орать в общем господа тренера пожалуйста все решаем через официальных представителей ну при нарушении правил во время прохождения дистанции или движения на воде детям надо объяснить что поднимается рука подъезжает к ним арбитр арбитры пока не разорвляет ситуацию белый флаг не поднимает подъезжает спрашивать что не понравилось передает это все главному судье главный судья решает что с этим делать если главный судья принимает решение о том что действительно была совершена какая-то помеха или как какие-то условия для прохождения дистанции были нарушены то тогда он просит официального представителя не позднее чем через полчаса после окончания заезда написать официальную бумагу а вот еще такой момент если вы видите что у вас состав экипажа но мы судьи мы всех спортсменов лицо фамилии не знаем если вы видите что вдруг в составе экипажа к заявлены одни люди а по факту сидят другие то тоже вы можете подойти и подать протест но не позднее чем через полчаса после окончания всех за всех заездов этом классе судов конечно что представитель команды это должен конечно с этого начали что все протесты давать только официальные протесты поданы не установленное время не рассматриваются и санкции наложенные ну как бы судья это последняя инстанция его решение не оспариваются участники к участию в соревнованиях допускаются спортсмены признающие настоящее правило то есть по хорошему ваши дети должны знать правила и когда ко мне подходят дети и начинают рассказывать а мы не знаем что надо что подножка должна быть привязана это проблемы кого тренировок которые не донесли до детей не больше 70 это отрыв подножки 70 ну что мы можем сделать здесь москве мы ничего не можем сделать если если на липучках то просто шнурком вот перевязываете а если на шнурках то ну значит на шнурках ну по поводу ролевых мы знаем да что ролевые могут быть в женском составе мужские в мужском составе женщины спортсмены младшей возрастной категории могут быть допущены к участию соревнованиях ближайший старший возрастной категории то есть условно говоря 2005 2006 может быть допущены в 2004 2003 но 2002 2001 допущие их не допустят никогда не понимаешь ближайший возрастной категории через категорию нельзя тут возникает вопрос мы постоянно из-за этого ругаемся на это давно известно через возрастные мне когда я не про это говорю я про ближайшего мы весь этот год мы ругаемся из-за этого с представителями судейского корпуса которые постоянно говорят что это нельзя потому что у вас положение соревнованиях написано что возраст 2002 2003 да они 2004 почему вы их не допускает потому что даже другой возраст написан я бы ну здесь же не написано что участники младшего возраста не допускают если не оговорено в регламенте то имеет право допускать тем что у меня набег детей так и не допустим сначала тем что у них по федеральным стандартам другая дистанция потом еще чем-то мотивировали кончилось тем что сказали у нас просто не хватает времени и вообще иди отсюда нам даем это я так сказал а кто ну бег же я провожу те кто там сидит что касается проблема проводящей организации надо будет сказать чтобы писали четче реглана потому что я как раз поднимал вопрос что если например в концерте московском было написано что участники 2005 и моложе не допускаются вопросов нет у нас такая ситуация сейчас возникла на призы захаров пока сам стогов не сказал что а почему нет я допускаю меня точно так же не хотели допускать 4 2 3 опять поднимаю вопрос что в положении указан другого возраста я много просто было четко про прочитывать положение регламент вот это я читаю нет но здесь же нет этого возраста мы опять ругались 40 минут то есть когда если резюмирует эту проблему получается для того чтобы оградить старше возраста от младшего в положении нужно писать в регламенте да младшая взрослая группа не допускают в случае если это не прописано то они да да допускаются позволяют младшей взрослой группе участвовать в соревнованиях но младшей то есть если гоняет спортсмены условно восемнадцать девятнадцать лет не допускают 15 17 допускается 18 19 17 16 допускается допускается 17 16 15 14 не допускаются но только в качестве рулевых с 14 лет потом по поводу гоночной одежды по поводу работы контрольной комиссии постоянно 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 на московских соревнованиях дети не в единой из гоночной форме приучите детей эти майки в этом в спортмастере стоит 150 рублей не на каждый раз чтобы они восемь человек или там два человека или четыре человека были в одинаковые раз тоже хочу задать вопрос в этом году мы перестали москвы до девятнадцати лет у меня спортсмены звука безрульные получили предупреждение за отсутствие единой формы они были в одинаковых майках выданных им в этом году весной школы что с одинаковыми логотипами с одинаковые надписи прошло одного но чуть-чуть она больше выгорела и у них были одинаковые комбезы под ними вместо того чтобы даже если судья был недоволен сказать им чтобы сняли майки остались комбезе это на усмотрение это правомочно потому что разный оттенок это но мог мог как бы их задачи сначала устранить или как бы их задача предложить принять единую форму они даже не поняли о чем он говорит они то в этим они то считают что они в одинаковых ну как то мне кажется что синий и голубой это же разные цвета они не сильно отличались но отличались не ну также бывает такое что ну кто-то кругу говорят такой воде постирал тот такой воде постирал они чуть раз но изначально-то они одинаковые изначально мы все были молодые и красивые я просто про другое говорю именно вопрос к студии и это касается не только этой ситуации а вообще то есть есть ну то есть получается вместо того чтобы попытаться решить вопрос вместо этого сразу принимается решение которое нет для этого ты должен объяснить спортсменам да отличаются вы можете принять снять футболки если комбезы были одинаковые еще раз возвращаемся к тому о чем я говорила что тренера должны дать время принять единую форму а дальше что спортсмены должны быть едины почему судья приняли решение относить того что они там он предупреждение относительно света экипировки мы не видят экипировки этого сделать не могу сказать судья не прав мы не можем сказать я прав мы тоже не можем к этот конкретный вопрос вот 30 минут есть до надо было продавать протест на основе этого протеста тогда выяснилось бы одинаково они в форме или не в одинаково исходя из того что мы выслушали в этом семинаре поэтому сейчас мы не можем оценивать действие судей в принципе это не для этого если судья предложил принять спортсменам единую форму значит он поступил правильно они не сделали этого он правильно вынес предупреждение то что они не поняли что они могли снять футболки остаться в одинаковых комбинезонах это чисто их проблема и тренера который не объяснил им это вот и все тут никаких проблем вообще я не вижу потом у нас очень любят спортсмены в майках ингланд, USA этого вообще категорически нельзя ни на каких соревнованиях можно либо с логотипом своей организации можно безо всего эмблема других стран реклама это вообще отдельно такой вот талмуд спонсор не может быть страной USA если вас смонсируют USA то что вы тут делаете специально по спонсору расширюме при склок или строге регламентируют надписи спонсоров и места вот конкретно на футболке она может быть не более 50 квадратных сантиметров ну на международных соревнований если они официально не являются спонсором данных соревнований Тоже они не могут испортиться Это может быть, если это твой частный спонсор То ты имеешь право вешать логотип Там очень много У меня есть отдельная презентация Это часа на три Участники соревнований Обязаны знать правила Знать регламент Знать программу Уметь плавать Это вот роспись в умении плавать В каждой у нас заявке есть Соблюдать нормы поведения морали и этики На местах проведения соревнований За их пределами Это вообще-то предъявление к ЦСКА Я очень хорошо помню Как четверка Чухаревская Остановившись на стартовом плоте Плоту Как это будет правильно по-русски Начала справлять свою маленькую нужду За это можно дисквалифицировать сразу Ну то есть Но я тогда была вравнющей Я не могла никак повлиять на этот процесс Это не случаи, когда мы сами на старте предлагали детям Они очень хотели, но времени было мало То сделать то же самое Не, ну это когда у тебя поднята рука Когда тебе человек говорит об этом А не когда они выходят и демонстративно Ну у нас вот на грибном канале все очевидно Да, кто как поднимается Кто как опускается Вот на российских соревнованиях В разных городах Пожалуйста, рассказывайте детям о схеме движения по воде Это важно Потому что вот на Ростове в этом году Там две лодки чуть не столкнулись Просто потому что дети не знали По каким водам подниматься На мире Если ты развернулся просто не в том месте Тебе моментально дают желтую карточку С тобой даже никто не будет разговаривать Никто не будет тебе объяснять Что ты не прав Спортсмены должны на воду выходить подготовленные Ну по поводу финишной линии Это очевидно Потому что имос он срабатывает на те лодки Которые финишируют Не сопровождать идущий заезд Даже за пределами гоночной дистанции Ну В общем, прочитайте Это все очевидно Заезд это как? Это вот нельзя идти по седьмой воде У тебя идут шесть вод Ты не можешь по седьмой воде идти И грести, и кричать Быстрее, быстрее Да, все это наоборот Народ подходит к финишу А там кто-то стоит ЦСКА и такой начинает Давай, давай, давай Это вот неправильно Нельзя просто так делать Да Ну, прочитайте или мне прочитать Прочитайте Быть дисциплинированными Корректными и вежливыми По отношению к другим участникам Судьям, тренерам Представителям Обслуживающим персоналу И зрителям Безоговорочно выполнять Все распоряжения и указания судей Вести честную спортивную борьбу на дистанции И не прекращать гонку За исключением экстренных случаев Во время гонок Не допускать умышленных действий С целью помешать соперникам Или получить преимущество В случаях повреждения Или перевертывания лодки Держаться за ее отведой Или веслой И не отплывать от лодки До прихода спасательного катера Вот это вот четко надо Объяснить детям Что когда они перевернулись Они не должны никуда плыть Потому что неизвестно Почему они У меня была ситуация Когда мальчик просто потерял сознание И если ему стало плохо Если бы он поплыл Он мог утонуть Поэтому четко говорите детям Что перевернулись То есть он потерял сознание Он не попал в воду Чуть-чуть как бы его встряхнул Да Да Это очень правильно Да И учить надо еще детей Что лодки надо переворачивать В момент когда они перевернулись Обратно Но не надо Почему? Ну а если он перевернулся Из-за того что ему стало плохо У меня тоже был такой случай Бывает всякое Но в принципе Потому что просто Арбитры начинают вытаскивать За отводы Ломаются отводы Арбитры не виноваты К ним претензий нет Если ему плохо Какую лоху он будет переворачивать Вот я же о чем и говорю Да Но всякие же бывают ситуации Молодцы Не переворачивай Все хорошо Соблюдать правила движения В зоне разминки И после финиша И уважать участников Других участников Надима прекрати Это если какая-то Вот экстренная ситуация То есть У меня таких ситуаций Слава богу не было Но условно говоря Если там Кто-то с кем-то столкнулся Очень по жесткому Там кровь, кишки И все такое То Участники соревнований Они могут остановиться Помочь И тогда Ну подать потом апелляцию Главному судье И он разберется С этой ситуацией Соблюдать установленное время Официальных тренировок Это относится к старшим Которые очень любят Во время детских соревнований Выйти на воду Вот давайте как-то Все-таки будем Получше относиться к детям И не выпускать своих спортсменов Не участвующих в соревнованиях При сильном ветре или волне Немедленно укрыться на берегу водоема При грозе находиться подальше От высоких деревьев и лесооружений Это было очень показательно В Ростове Когда Буквально за минуту У меня началось Ну то есть Стартовый плод Вот ходил вот так Вот такая волна была И всем детям Мы рекомендовали Отплыть к дальнему берегу Потому что те, кто не успели Тех просто выбрасывало на берег Лодок была пробита тьма При том, что это был заезд одиночек Да Да Являться на параде открытия Закрытие соревнований И церемонии награждений За неявку на парад открытия И церемонии награждений Может сняться Да Вся команда Пожалуйста, повнимательнее Вот эту информацию сказали Потому что Я лично наказывал на чемпионате России Семьи Юниоров В том, Ростов, Краснодар Еще ряд регионов Которые не явились на награждение Истерика была безумной В Европе именно был главным тренером Но отделались просто предупреждением Реально Имеют право снять И будут правы Да То же самое касается За неявку на старт На награждение Не видеться награждения Лишаете занятого места Награждается следующей командой Которая пришла против После вас Да, вот в этих вот памятках Там все есть Самое главное, чтобы это все время внедрялось Потому что мы же вот Помните Пешкова один раз только Вот он при... Помните? Задержал Да Пешкова Да Застрял в пробке он тогда Не, ну... Пробка это другая же история Это на Московской стороне Они пришли, мы лишили его места Ну и все На Пешкове все вот так вот И закрылось Потом все остальные так же не приходили И никого не наказывали Это нельзя делать Просто это система должна Да А не то, что это выборочно На каком-то соревновании Нет, это... Я не знаю, понимаешь? Вот это очень большая наша проблема То, что у нас есть судьи, которые готовы судить по правилам А есть судьи, которые... Ой... Да, Татьяна Ивановна, да, да, давайте добавим еще шестерых человек, да? Да, давайте добавим А при чем это практикуется? Да, да Каждый год все больше и больше Я с тобой абсолютно согласна Я не знаю, как побороть эту систему Да, это наш... Мы-то добрые, если, да? Мы потом же медальки отдаем тренерскому составу, да? Да, вот было на постыке Искам тренера 23 Вообще Девушки менялись Четверка пара Но кто-то там не успевал Попросили развести заезды Стоим на старте Десять минут проходит Десять минут проходит Старт задерживают Из-за того, что там питерские девочки Не успевали, да? Ну вот они сели и их ждали И никому ничего не объяснили Я как судья, я категорически против этого Нет, просто... Переносы России 23 года Можно, например, систему, если они там меняются лодками Тоже награждение проводить, как мы иногда проводим После, да И все будут готовы Они же подходят, все уже одеты И, да У меня гораздо быстрее заканчиваются Нежели мы их ждем Вопрос к организаторам Еще раз, ребята Вопрос не в том, как это в частности проводится Вопрос просто в том, в принципе Если проводится награждение Команда не ведет награждение Она должна быть готова к тому, что ее снимут Если что-то происходит реальное И она не успевает Нашла же против представителя И объяснить Покаяться, сказать никак не может У меня была такая же хрень на июне До первенца До 19 лет, по-моему, в Нижнем Куре Когда теснотарские девочки сидели и грузили конструкцию Причем мы орали благиматно, что дети получаете медали Они не получили Когда уже последнюю медаль уже решили Вторая, третья, третья Сейчас он не будет Они тут бегом бегут Я говорю, свободны девочки Все, вы уже ничего не заняли Сейчас займешь четвертое место Ну вот нас заставило, значит, Никифоровну тенниши Ну хрен с ним, значит, начинал Когда третье место, они, значит, свободны Они все за истерику Но там они успели Последнюю секунду Просто распределительных целей, значит, они впругался Но в принципе, я считаю, что вот придумали правила, выполняем Судейская коллегия Тренеру запрещается вмешиваться в действия судейской коллегии И лиц, проводящих соревнования Он может обратиться через официального представителя Своей организации с заявлением или предложением в судейскую коллегию Да, это мы уже, это я не устану никогда обговаривать Тренер, допускающий сознательное нарушение правил членами его команды Или отказывающийся выполнять требования судейской коллегии Может быть, ну, выгнан с соревнований И с занесением в личное дело Тренер не имеет права уходить с соревнований до тех пор Пока все его спортсмены еще на воде Ну, пока последний спортсмен не ушел с воды При участии, это мы тоже оговаривали о том Что когда малочисленная команда Функции официального представителя могут быть возложены на тренера команды Или на самого спортсмена Тренер А по поводу, теперь вот такие коротенькие моменты По поводу стартовой зоны Стартовая зона у нас есть только у спортсменов до 17 лет Стартовая зона нужна для того, чтобы Когда вот вызывают судей на старт, 100 метров Это, ну, не на нашем канале А вот есть такие каналы, где Поднимаешься ты по, там, условно говоря, по нулевой, по первой воде А грести начинаешь с третьей И вот нельзя заходить Как в Казани, например Как Там же тоже широко просто Да, как в Казани, как в Ростове сейчас Я просто не была после того, как в Москве Ну Разделить не на еж Труба Там дорожки просто сейчас висят Там дорожки Там трубы железные Я не ездила по дистанции Ну, в общем, в любом случае Надо за 100 метров до Надо стоять до приглашения на старт Вот в Пловдеве точно Там нет этих труб Там вот просто вот это все размечено Что? Ну, да Экипажи должны быть у своих стартовых устройств Не позднее, чем за две минуты до указанного времени старта Экипаж, подошедший с опозданием Выносится предупреждение или желтая карточка Лодки, не имеющие на носу резинового литого шарика Или стартового, или флюгарки Могут быть недопущены до старта Потому что такие правила Раньше отменили вообще для всех А потом решили сжариться Ну, потому что Подумывается, что у вас более старшие спортсмены Уже не врежутся там И ничего не сломается А дети, которые, может быть, не умеют еще Ну, вот что-то там может случиться И именно в стартовой зоне вы можете Ну, перезаезд просто будет А во всех других ситуациях Опять же таки Объясните детям до 17 лет Что в случае там поломки или еще чего-то Они поднимают руку в стартовой зоне Стартовая зона – это у нас красные шарики Первые 100 метров Поднимают руку Арбитр подъезжает и решает уже по факту вопрос Хорошо, у детей особенно часто бывает Кто-нибудь один промажнулся, первый грибок И поехали Да На встречу А у взрослых уже такого не было А потом В Ростове была такая ситуация Когда до 19 лет То есть правило стартовой зоны не действует Объясните детям Что у нас сейчас на грибном канале Действует система ИМОС Которая загорается фонарями И в случае, если вдруг я объявляю старт И у меня пропала связь Фонари, они все равно Эти светофоры, они все равно загораются И надо смотреть на звуковой сигнал И на фонари На семафоры Опять хитая Если уже прозвучала команда Две минуты до старта Вот у меня было в Ростове так Я сказала три минуты до старта Потом оборвалась связь Я не знаю, как там получилось Так, почему Там две минуты должно быть И должны быть готовых стартов Нет, связь оборвалась Нет, там дело не в этом Что просто люди стартовали Кто-то по сигналу семафора А кто-то нет Потому что не услышали команду Да Из-за этого был скандал Да, да, да Но ты же был там Ты же это все видел У четверок женских, насколько я знаю Да, у четверок распашных У нас вверх сам был на Большой Московской регате Еще до языковой То есть объясните Официальный старт является сигнал Семафора, светофора И звуковой сигнал Сигнал или с подтверждением этого Просто, конечно, не является основанием не стартовать Нет, отчувствие голоса судьи не является А если светофор не загорится зеленым Вот ты горяшь марш, а светофор зеленым не загорелся Вот и что? Должна быть хоть одна из команд проведена Сейчас, секунду Судья, вы пустите, команд не является не стартовой Да То есть ты стоишь на старт, и тебе судья заорал марш А там у тебя красное сердце Да Даже если судья махнул флагом Это тоже ты должен все это видеть и знать Ну, конечно, и флаг вы смотрите на светофор Смотрите, еще голос слушайте Нет Ну, слушайте, можно не глазами А что у тебя есть одно? Или флаг, или голос, или семафор? На старте при отсутствии звукового сигнала Продается голосом марш и отмашкой флагом При отсутствии имеется в виду система IMAX Вот, это я понимаю Нет, если системы IMAX нет, то да Ты нажимаешь марш или марш флагом А если у тебя есть светофор И ты там не можешь ничего сделать Если светофор переключился, то он стартует сигнал светофора Если у тебя есть система IMAX, ты голосом не говоришь, марш Иногда дублировать Когда ты делаешь пик Если у тебя пик не делается, загорелась вот эта вот хрис Да, да, одна Если ты сделал пик и не загорелась зеленая То надо стартовать, пик же сделан Все услышали Я вот в момент так и не понял Тогда мы давали протест Не ростовская ситуация была здесь в маске Такая ситуация, что объявили там Правда, команда именно прозвучала Потом, значит, стали ровнять лодки Спира, значит, какой был момент Сперва поставили все лодки, выровняли Потом сказали, внимание Старт не прозвучал Потом отменили вообще все Опять по новой, значит Перезагружающим Стали ровнять экипажа То есть там, допустим, вот конкретно там, да Вот мои двойки сказали там назад Держатель тянет Еще им-то обаньте Типа не хватает И в этот момент звучит, в смысле, загорается зеленый сигнал Стофор Что в этой ситуации Приходишь, пишешь протест Нет, я написал протест Наверное, не поставили туда подачу Потому что 2 минуты прозвучало Момент в другом Я согласен, 2 минуты прозвучало И мы должны быть готовы к старту Но другой момент, да Если прозвучало 2 минуты Почему, допустим, арбитр боковой Который состав наблюдает И ровняет команды Говорит табанить команде Конкретно табанить То есть получается, что люди табанят Зеленый загорается Все уехали Несогласованность стартовой бригады Согласованность, да То есть это получается, в принципе, как бы Ну, нарушение стартовой бригады А ко мне-то какие-то вопросы могут быть Или же тогда в таком случае С командой 2 минуты прозвучал Важный момент, кстати, все обратить на это внимание Может быть тогда просто спортивным Ничего не делать, даже если им говорят табань Пускай держатель сам ворону Там тащит назад По-хорошему команда 2 минуты Объявляется Ну, вот система ИМОС Она как срабатывает Когда у тебя все выровнено Ты нажимаешь кнопку У тебя приходит белый сигнал светофора На стартовую вышку И ты объявляешь двухминутную готовность То есть, грубо говоря Мы объясняем спортсмену Что как только прозвучала команда 2 минуты Вы не реагируете На судейские вот эти вот отделки Назад, табань, вперед Пускай держатель Прозвучала команда Вот как бы в этот момент Ты можешь делать только одно У тебя спортсмен Выравнивает лодку по дистанции Я говорю, там конкретно прозвучала команда Тоже не галя 2 минуты Как только держатель взял в руки лодку Ты больше не добавнишь никуда не вообще Да, ты только должен ее держать Как они выставят лодку Вопрос твоих спортсменов Только встать ровно по дистанции Никаких просто быть не может объяснить ему Держатель взял лодку Все, ты больше не ответственного Он говорит о другом Что там везде право прописано Что у вас спортсмены Кажется, должны с уважением относиться И все требования судьи Аппарат, это тоже судьи Да, и получаешься здесь, выражаешься Если у вас на старте есть держатель Все Если старт летучий, то да Тогда ты набанишь тебя В последний момент Как только держатель взял лодку У тебя нет команды, у тебя есть команда Только правее, левее Твоя задача И даже не то, что твоя задача Задача арбитра Задача выравнивающего И задача судьи на старте Поставить лодки прямо по курсу Ребята, вопрос Татьяне, потому что У нее время заканчивается Канне А вопрос По поводу оценки работы судейских бригад Это кем-то оценивается Кроме главного судьи? Нет То есть если бригада накосячила То это, ну, как бы Нет, выставляете плохие оценки В нашу судейскую книжку Нет, а кто это? Главный судья А если он не в курсе? Как ему сказать об этом? Как он не в курсе? Ты же подаешь протест? Нет, подается Протест подается Он подается на имя главного судьи Он не может быть не в курсе В любом случае Вы должны просто подать протест Даже если он не будет Забилитоварем Конечно Конечно Судья получится Просто я к вам Ситуация в этом году В Нижнем Новгороде Когда были кучи старты Когда боковой выравнивающий С командовал Командит обанить назад И в это время Они ушли на полкорпуса За всех И в это время Стартер сказал марш И они приехали Вот с такими глазами А вот мы А мы были там А они А это Дети маленькие И я говорю Ну догнали Молодцы В общем За нарушение правил Науча может быть Наложены следующие санкции Замечания Это просто Когда вот ты говоришь Там Привяжите подножку Тебе говорят Нет Мы не будем привязывать подножку Ты еще раз подходишь Говоришь Если вы сейчас Не привяжете подножку Я вам дам Желтую карточку Вот это есть замечание Ну понятно Да То есть Можешь говорить Этих замечаний Хоть миллион Они ни к чему не приводят А есть понятие Желтая карточка Когда после там Уже устал Говорить им Что привяжите подножку Они не привязывают Ты им даешь Желтую карточку Это на усмотрение Судьи происходит То есть Я могу там Один раз сказать На второй дать Желтую карточку А могу стоять На душу И говорить Типа Привязывайте Привязывайте Две желтые карточки В одном заезде В один день За любые нарушения Предъявляется Красная карточка Что означает Дисквалификацию Из всех этапов Соответствующего Вида программы Соревнований В данном классе Лодки То есть Если мы ее Дисквалифицируем Из двоек парных Они могут участвовать В четверках парных А как быть Со старыми лодками Которых Ну Не предусмотрены Изначально Что в росте Дарья старые В образу Судебные Детские соревнования Проходят И люди Выставляют старые лодки Так там Подножку Привязать всегда Можно Там есть Почему Привязать Ну Некоторых Если нет Возможности Дырку делаешь Да Это Деревянная подножка Привязываешь Ее Ты Привязываешь 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 Прямо Предусмотренных Настоящими правилами Красная карточка Исключение Экипажа Из всех Этапов Соответствующего Номера Программы Соревнований Опять же Такие Это Двойка Парная Это может Продолжать Гоняться В четверке И дисквалификация Изо всех И дисквалификация Изо всех Видов Программы Соревнований Случай Главный Судья В правильном Направедении Повтор В случае Исключения Или дисквалификации Экипажа Главный Судья Может Назначить Проведение Повторного Заезда Для всех Оставшихся Экипажей То есть Условно Говоря Если у вас Будет протест Такая ситуация Дисквалифицировал Арбитр Нет А если Они пошли Дальше Это На усмотрение Арбитра Нет Я говорю Что Допустим Все Финишировали И всех Все Устраивают Кроме Тех Кого Дисквалифицировали Если Все Устраивают Да Он сказал Что Я Дисквалифицировал Ну Мы Все Рано Нет 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 Имеется Что Когда Вот Такая Помеха Она Встала И Арбитр Вынужден Прервать Гонку Из-за Того Что Один Из Экипажей Не Может Продолжать Движение По Воде То В этом Случае Главный Судья Принимает Решение О Проведении Перезаезда Понятно Ну Дисквалификация Производится Только Главным Судьей И Дисквалификация Означает Лишение Права Участвовать Данных Соревнованиям С аннулированным Полученных Ранее Занятых Мест Очков И Начислением Штрафных Если Это Оговорено Регламентом Соревнований Ну В общем Все АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует Продолжение следует